Вот этому месту уже 5 веков. До конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечивать. Я зелепую в гору, уже мозги у меня отказывают. Они стояли, значит, в гаремах, в женских. Все маршруты, протяженность их около 7 километров. На нашем пути находится очень такое интересное место, которое называется Бахчисарай. Сейчас я на территории Бахчисарайского дворца крымских ханов. Одно из старейших зданий здесь, мечеть. Вот эта мечеть была построена с самого начала. И дата постройки 1532 год. То есть вот этому месту уже 5 веков. Многие объекты находятся на реставрации. Но, тем не менее, это очень интересное, конечно, место. Очень интересное, красивое. Ну и обязательно, обязательно стоит посетить его. Тем более, оно очень близко находится до многих городов. До Севастополя, до Симферополя, до Ялты. Бахчисарай, прежде всего, известен своим ханским дворцом. Который является единственным существующим дворцом крымских ханов. Открытый для туристов в качестве музея. Такое интересное название город получил от персидского языка и дословно переводится как Садовый дворец. Бахчисарай впервые был упомянут в 1502 году. Создан он был как новая резиденция крымским ханом Сахибом Бгераем в 1532 году. С тех пор город стал столицей крымского ханства и центром политической и культурной жизни крымско-татарского народа. В мае же 1736 года город был опустошен в начале русско-турецкой войны. Ну а в 1783 году после этой самой войны крымское ханство становится частью Российской империи. Но массовую народную известность это место получает благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Беспечно ожидая хана вокруг игривого фонтана на шелковых коврах в дне толпою резвою сидели. И с детской радостью глядели, как рыба в ясной глубине на мраморном ходила дне. Здесь в центре нашего полуострова и Северный Кавказ тоже еще. Крымское ханство существовало 342 года. И за это время и в государстве, и в этом дворце сменилось 48 ханов. И все они были потомки Чингисхана. Это зал совета и суда. Здесь решались важные государственные вопросы. И вверхе журчал маленький браморный фонтан. Низкие диванчики-сеты наподобие таких стояли и с той стороны. Здесь сидели представители пяти самых знатных крымско-татарских родов. Ну, допустим, развод, раздел, все состоялось. А потом начиналось все самое интересное. До конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечивать. Дворец хана является самым популярным местом для посещения в Бахчисарае. Обязательно посетите его и зайдите внутрь, потому что вы почувствуете традиционный крымско-татарский стиль и атмосферу времен 16 века. Я рекомендую вам взять гида, который проведет вас по залам, территории и покажет тот самый фонтан, который упоминал в своих творениях Пушкин. Другое название фонтана – фонтан слез. И представляет он собой историю реального случая из жизни. Фонтан – воплощение любви одного из последних ханов к его молодой жене и горю после ее смерти. По слухам, хан был влюблен в одну польскую девушку из его гарема. И когда та умерла, хан плакал и искренне был морально убит, чем удивлял всех людей вокруг, знающих хана как человека твердого и непоколебимого. Дабы сохранить воспоминания о девушке, хан приказал соорудить фонтан. Фонтан этот необычный, пристенный, где вода стекает по девяти чашам. Ребята, смотрите, какие балконы. Видите, балкон, и он полностью закрыт. И вот, значит, в самом дворце нам сейчас рассказали, что вот эти вот балконы, закрытые, которые сеткой, они стояли, значит, в гаремах женских, и они такие закрытые были, чтобы женщина могла выходить на балкон, смотреть, что происходит, а снаружи ее никто не видел. Поэтому вот такой вот, вот такой вот закрытый. Не было в те времена непрозрачных стекол. Вот такая вот тема. И если бы я был султан, был бы холостой. Здесь всего в нескольких километрах от Бахчисарая находится Успенский пещерный монастырь, куда мы едем перед тем, как отправиться в Симферопо. Конечно, еще одно обязательное место к посещению – это Успенский скальный монастырь, представляющий собой монастырь, буквально выратый в скале. Касательно даты его создания ходят споры, но местные монахи утверждают, что появился он еще в VIII веке. Потом был заброшен, когда Византийская империя потеряла контроль над регионом. Нынешнее же монастырское строение относится к XV веку. И если бы мы захотели посмотреть этот монастырь где-нибудь 50 лет назад, мы бы не смогли этого сделать. Он попросту был закрыт советской властью в 1921 году. А открылся он только после распада Советского Союза в 1993 году. В общем, ребята, на пути я встретил местных торгашей, а здесь они везде, торгаши и зазывалы. Как в Турции все. Они мне сказали, что вход на территорию уже закрыт, и закрываются они в три часа. Соответственно, я не успел. Я не успел буквально на 15-20 минут. Но это вот минус того, что все они работают очень коротко. Ну хотя бы чуть попозже. Что такое три часа дня? И в общем, навязываемый сервис, который я так не люблю. Это значит, когда со всех сторон тебя облепляют и пытаются предложить свои услуги. Когда тебя впаривают, значит, вот только ты подъезжаешь к дворцу, там сразу же начинается. Тебе подбегают, что-то рассказывают. Значит, как тут интересно, какой крутой город вы посетили исторически. Тут же начинают предлагать какие-то свои прогулки, какие-то свои экскурсии. И стоит сразу же человек 15, наверное. Здесь то же самое. Вы идете, все предлагают. Где-то что-то купить, где-то что-то взять. Видите, вот оттуда я пришел. Снизу сердце. Сейчас выскочить наружу. Фу. Без рюкзака, конечно же, легче. Но у меня рюкзачело. Еще ноутбук. И я сяду и буду сейчас работать. Не, какой ноутбук. Камеры. Камеры. Хотя там написано, что дрон запрещен в горах, но летать нельзя. Смотрите, я вот вещаю, собственно говоря. Уже сверху. Я добрался до пещерного города Чуфут-Кале. И смотрите, что вам нужно знать. Значит, момент первый. Что до храма вы дойдете там, ну фигню, 5 минут, грубо говоря. Можно подняться с детьми без проблем. Причем на храм вы будете смотреть с противоположной стороны. То есть вы не в сам храм зайдете. Значит, что касается дальше пещерного города. До пещерного города идти вверх полтора километра еще от храма. И вы будете взбираться вверх. Вам реально нужны как бы силы. Детям будет тяжело. Маленьким детям будет вообще тяжело. Поэтому, ну не знаю. Школьники, конечно, без проблем. Школьники, конечно, без проблем. А если дети там 4-5 лет, то тут могут быть сложности. С колясками, конечно же, вообще не вариант. Сколько время у вас на все это дело уйдет? Ну, до храма там вы доберетесь быстренько. Там вообще минут, значит, все вместе с фотографиями. 15-30. Если вы сюда соберетесь подниматься, еще и погулять, еще и зайти в город сам. Ну, на все про все. Давайте вот на все про все вам нужно часа 2 закладывать. Плюс час еще на Бахчисарайский дворец с экскурсией. И если вы заплатили за входной билет, то экскурсия входит в это дело. А входной билет на взрослого стоит 300 рублей. Что мне сказали по поводу Чуфуткале, по поводу пещерного города? Мне сказали, что вообще все маршруты тут, вокруг города, вот этого, внутри, все маршруты, протяженность их около 7 километров. Ну, я не знаю, как бы, где они взяли эти 7 километров. Конечно, я спорить не буду. Именно вот видимой зоны, мне как показалось, километра 2, вот видимой. А что касается зайти внутрь, я этот момент профукал. Сами грамотно составляйте свое время, чтобы успеть. Я не знал, что он работает до 3. Я, естественно, мне не хватило мозгов, чтобы зайти и проверить все это дело. Вот, причем я знаю, что очень много все работает сейчас. Сокращенный график, очень многие дворцы работают до 4. Вот тут же Юсуповский дворец. Зимнее время, чего я хотел. Если честно, я даже не думал, что этот пещерный город, но я думал, что как бы, ну, пришел, там себе пошел, погулял. Но нет, он, территория закрыта. Вход туда платный. Я своих мелких сейчас не стал брать сюда, когда увидел, что дорога у меня займет больше полутора километров в гору. Вообще я стараюсь как бы их таскать везде. Начиная от того, что все вот эти вот путешествия на машине, чтобы они видели, чтобы они развивались. Старшему 5, а младшему 2. Вот, но сюда я их не стал брать. Подъем в гору. Плюс они уже сегодня у меня обогатились культурно. Были в Бахчисарайском дворце. И у меня мелкий там начал немножко капризничать. Самый мелкий. Ну, пока еще ему он не очень любит историю. Он мне не очень любит историю. Он больше как бы ресторанный критик, я бы сказал. Покушать там, посидеть где-то в заведении. А это он любит. Походить, ну, как бы снаружи там. Вот, к примеру, Ливадийский дворец. А мы когда были, это, кстати, в предыдущих выпусках, вот Ливадийский дворец, тропа Голицына, Генуэзская крепость. Ну, я стараюсь как бы плавненько, мягко сюда тащить, конечно, это для них было бы тяжеловато слишком. Здесь, кстати, на территории Грама, вот в таких встроенных в скалу домиках, можно купить какие-то коржики, выпечку, масло. Сувениры тоже продаются, конечно же, прям, прям здесь. Мне предлагали и лаванду, и, ой, что только не предлагали. Если вы хотите покушать, здесь вот в таком турецком стиле сразу всякие кофейни. Я пока гулял, тоже проголодался, поэтому мы с вами зайдем на перекус. Редактор субтитров А.Семкин